Добрый вечер! Последний пациент, я как представитель госпитальной базы, на которой, так сказать, находятся, поступают периодически больные, в том числе и с ВИЧ-инфекцией, ну, недавно два случая таких вот замечательных. Значит, пациентка, которая была к нам госпитализирована уже с ранее известным диагнозом ВИЧ-инфекцией, обратилась к нам, к сожалению, поздно. Значит, она в течение четырех с лишним месяцев слабла, у нее была высокая температура, падал вес у больной. Она подозревала от чего? Значит, у нее были основания. Уже диагноз ВИЧ-инфекции у нее был впервые установлен в апреле месяца текущего года. В последующем, в последующем, она за медицинской помощью, вопреки рекомендациям, не обращалась. У нее отмечалась высокая лихорадка, отмечалась потеря веса, выраженная слабость. И в финальной части состояние ее заметно ухудшилось. Она потеряла сознание, у нее развились признаки поражения центральной нервной системы. В результате обследования, что мы выявили? Да, у нее была подтверждена ВИЧ-инфекция, диагноз ВИЧ, причем не в стадии СПИДа, то есть достаточно приличными показателями иммунного статуса. И при обследовании вы определили поражение сердца, то есть поражение клапанного аппарата сердца, так называемый вариант септический эндокардит. Как результат возникает вторичное поражение центральной нервной системы, которое имело уже тяжелейший характер, я не скажу необратимый. Вот что из этого следует? Больная лечится, динамика состояния у нее положительная, к сожалению, не такая, может быть, как хотелось бы из-за поздних сроков поступления. Вывод здесь какой? Один, то есть больной, которому даны, или пациенту, которому даны рекомендации по соответствующему наблюдению, обследованию, должен наблюдаться у специалистов, он должен обращаться за медицинской помощью, ему должен проводиться контроль показателей иммунного статуса и контроль состояния всех органов и систем, легких, сердца, центральной нервной системы, и тогда бы вот этого не возникло. В наше время вообще ВИЧ-инфекция лечится. Тут ведь психология какая? Не обратилась, значит, никто не узнает. Хочется, чтобы это осталось как-то инкоглито. Ну да, может быть, не надо здесь занимать позицию астрауса, прятать голову в песок. На самом деле ВИЧ-инфекция – это то заболевание в наше время, которое контролируется, оно позволяет людям жить, причем у этой пациентки двое детей. Вот я сразу хочу бытовой вопрос задать. А это опасно для них? Ну, относительно. Нет, это бытовой контакт, он не столь уж и опасен. То есть не нужно отдельную посуду, отдельную ванну, там, я не знаю, что еще. Нет, и самое-то главное, что ей надо было лечиться и не доводить состояние вот до степени поражения клапанного аппарата сердца, не доводить состояние до развития септического эндокардита. С чем это было связано? Употребление наркотиков. Пациентка, к сожалению, оказалась, она из группы риска, естественно. Чаще всего ВИЧ в Рязанской области и вообще в стране у нас связана, к сожалению, до сих пор еще с употреблением наркотиков. И вот здесь два таких состояния. С одной стороны, употребление наркотиков, оно привело к заражению, то есть было связано, так сказать, привело к заражению ВИЧ-инфекции. Это одна составляющая. А с другой стороны, оно привело к заражению не только вирусом ВИЧ, но еще привело к инфицированию возбудителем, в данном случае стрептококком, который вызвал сепсис, септический эндокардит, ну, проще говоря, заражение крови. У нас ведь очень маленький город. Люди сразу думают, так, работы я лишусь, в детском садике сейчас будут смотреть косо. Что делать? Что вы посоветуете? Лечение от этого страшного заболевания, оно анонимное? Кстати, существует определенное положение. У больных есть юридические права, у них есть, в общем-то, и обязанности. И больной ВИЧ-инфекцией, он не должен подвергаться дискриминации. Кстати, это один из лозунгов, в том числе, вот той компании, которая проводится в связи с ВИЧ-инфекцией. А что влияет на тенденции? Сейчас очень много приезжих, огромное количество. Они как-то способствуют развитию этого заболевания? Ну, естественно, следует опасаться. То есть это возможный и невозможный. Это фактор риска, когда на территорию приезжают мигранты с известных территорий. То есть отмечается достаточно массовая миграция, в том числе с территории Украины. Вот сейчас можно ожидать из Сирии. Но вот если для взрослых это все-таки наш личный выбор, наркотики, какие-то беспорядочные связи, то дети, которым это все передалось от мамы, они немножко из другой категории. Много ли таких ребятишек? Ну, в Рязанской области, значит, где-то порядка вот за то время, пока, значит, работает центр ВИЧ-спида Рязанской области, таких детей на учете где-то порядка 30 с небольшим. То есть из того количества ВИЧ-инфицированных матерей, которые родили таких детей, а их более 600, 30 с небольшим имеют ВИЧ-инфекцию. Это было раньше. Кстати, в последнее время уже не фиксируются случаи инфицирования детей. Почему? Потому что проводится профилактика вертикальной передачи. Существуют серьезные программы на этот счет. Профилактика вертикальной передачи от матери к ребенку-возбудителя, то есть вируса ВИЧ. И это на самом деле профилактика, она, ну, она, так сказать, значима, она видна. Она, так сказать, что дети рождаются, дети, в общем-то, здоровые в целом, которые могут... А те, которые уже родились, это в определенной степени приговор для них? То есть сейчас на протяжении всей жизни им нужно выполнять ряд каких-то указаний или, может быть, ограничений. Как они будут жить? Ну как, они должны наблюдаться и лечиться. То есть вовремя им должно назначаться соответствующее лечение, противовирусная терапия, лечение тех заболеваний, которые возникают в результате падения иммунитета. Это, в общем-то, не приговор, это, конечно, серьезное состояние, серьезное заболевание. Кстати, в мире уже есть несколько случаев излечения от ВИЧ. Вам, наверное, известно. Не приходят ли они с той мыслью, что вы что-то делаете не так? Вот я прочитал в интернете, там написано вот это, а вы мне назначаете вот это. Естественно, есть такие. То есть не только больные с ВИЧ. Мы сейчас, может быть, даже и не о ВИЧ должны говорить. Это вопросы и других специалистов, и кардиологов, и хирургов, и терапевтов, и пульмонологов, и так дальше. То есть народ нынче вооруженный. То есть он может открыть... Но не тем оружием и не против всех, мне кажется, отчасти. Это интернет и смотрит, что там есть то-то, то-то, то-то. И в действительности есть такие ситуации, когда пациент сам себе диагноз ставит или его родственники. На самом деле вот эту составляющую, мы от нее уже никуда не сможем уйти. Как отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом у нас в городе? Ну, в городе я могу сейчас вот говорить о том, что было проведено ряд совещаний. Вот одно из них, я могу на него ссылку дать, которое было проведено в конце ноября месяца при участии специалистов органов Роспотребнадзора, специалистов Центра ВИЧ-СПИД Рязанской области, на котором анализировалась ситуация, в том числе, так сказать, заболеваемость в Рязанской области. Ну, в частности, в Рязанском медицинском университете, который я представляю, значит, проводится масштабное мероприятие в каждой практически студенческой группе, на каждом курсе, на каждом потоке у нас разделены студенты курсы по потокам на лечебном факультете. Проводится вот в рамках дня борьбы с ВИЧ-СПИДом мероприятие, то есть информационный в том числе, то есть там подается, так сказать, достаточно детально рассматриваются вопросы, значит, этиологии, эпидемиологии, профилактики, клинической картины, лечения, ВИЧ-инфекции. На нашем сайте, на нашем сайте, на нашем медицинском университете тоже размещена достаточно подробная информация вот по этой проблеме, то есть о плане наших мероприятий, о действиях, которые проводятся. Ну, не далее, как вот несколько дней назад, как раз я на шестом курсе лечебного факультета читал лекцию студентам лечебного факультета, шестого курса, значит, о проблеме ВИЧ-СПИДа и в том числе о заболеваниях, вторичных, так называемых заболеваниях, которые и угрожают жизни пациента чаще всего. Именно вот с этих больных мы начинали, вот с той первой пациентки, о которой я говорил. Кроме того, у нас была еще одна больная, у которой было поражение головного мозга, так называемый церебральный вариант токсоплазмоза, который возникает в терминальной стадии, уже в конечной стадии ВИЧ-СПИДа, в конечной стадии, которую надо всегда учитывать. Почему мы говорим, что больные должны обследоваться, они должны наблюдаться, они должны своевременно лечиться, чтобы не доводить свою жизнь вот до такого предельного порога. К сожалению, она погибла, вот эта вторая больная. Мне кажется, люди не боятся этой проблемы, пока она не возникает у них самих. Вот мы сейчас говорим о чем-то таком эфемерном, да, пока не коснулось, ну и бог бы с ними, болеют, дай бог здоровья, да? Что вы посоветуете? Это вообще психология такая. Я понимаю, что бояться всего на каждом шагу, это тоже нелепо, но нужно принимать какие-то меры до того, как заболевание проявит себя и вообще появится. Какие меры? По защите. То есть известно, что ВИЧ передается, так сказать, известными путями. Это естественный путь первый, половой. Он, кстати, у нас не доминирует. Путь парантеральный, к сожалению, искусственный путь, связанный с употреблением наркотиков, он пока еще является доминирующим, хотя начинают его потихоньку вытеснять, путь половой заражения. То есть вот эти два варианта, так сказать, варианты надо учитывать. В первую очередь, путь половой заражения исключить, то есть должна быть соответствующая защита. И это известно во всем мире, значит, идет профилактика ВИЧ, она ориентирована на блокирование путей передачи этой инфекции парантеральной. Парантеральным наркотикам нет. То есть есть программы, которые ассоциированы, скажем так, с ВИЧ в плане профилактики заражения. То есть наркотикам нет. Наркотикам нет. Это везде известно. У нас, по-моему, на троллейбусах в городе Рязани такая реклама есть. Мне кажется, чем больше запрещаешь, чем больше напоминаешь, оно действует немножечко в обратную сторону, нет? Ну, это бывает по-разному. Это зависит, наверное, от социальной группы. Ну, не будем, да, о философии. Мы с вами встретились в уходящем году. Скоро новые. Какие планы ваша кафедра, чем будет заниматься в ближайшем году? Наша кафедра будет заниматься вопросами лечения, в первую очередь, пациентов и нашей клинической базы. То есть своевременной диагностики и лечения у больных, в первую очередь, острыми заболеваниями инфекционными и хроническими тоже. Это такое общее пожелание. То есть мы не занимаемся, занимаемся не только ВИЧ-инфекцией, но, скажем, хроническими гепатитами, вирусными в том числе. Этим занимается кафедра, этим занимается наша клиническая база, в том числе инфекционное отделение областное, на базе которого развернуты кафедры. Вот чем мы, собственно, будем заниматься и в будущем году. И, я надеюсь, и через 5 лет, и 10 лет мы будем зарастать. Я все-таки очень надеюсь, что пациентов у вас будет немножечко поменьше. Спасибо за эти 10 минут. А вам, уважаемые телезрители, могу пожелать только здоровья. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова